Владимир Высоцкий не просто яркая фигура в русском искусстве 20 века. Критики всё чаще называют его явлением, а почитатели – самобытным философом. Поклонники таланта Владимира Семёновича организовали вечер в морской библиотеке. Это председатель правозащитного комитета «Правда» Иван Попов и Анатолий Тавровский – исследователь и коллекционер из Феодосии. Он себя не считал никогда бардом. Вот это очень большое заблуждение, против которого и я, даже Вознесенский писал, в посвящениях Высоцкого «Не называйте его бардом». Он был поэтом по природе. И вообще он говорил, что целью своего творчества в кино, в театре, в песне ставлю человеческое волнение. Именно оно способствует духовному совершенствованию. Материалы коллекции Анатолия Тавровского стали основой выставки, посвященной Высоцкому. На стендах множество фотографий, книг, фрагменты рукописи, автографы. На вопрос, как удалось собрать такую сокровищницу, исследователь поясняет. Помогли общие с Высоцким друзья. Теплая дружба связывала Анатолия и с матерью поэта Ниной Максимовной. Это фотография Владимира Высоцкого. И на ней Нина Максимовна сделала свой автограф. Эту фотографию она подарила мне в квартире на Малогрузинской. Таких автографов много, и я их держу как ордена свои. Она написала дорогому человеку Толе Тавровскому в знак благодарности за верность моему сыну Володе, с пожеланием успеха в пропаганде его творчества. Кроме выставки Анатолий Тавровский подарил севастопольцам встречу со стихами и песнями Высоцкого. По его словам, первую магнитофонную запись Владимир Семенович сделал именно в нашем городе, в гостинице «Севастополь» на бобиный магнитофон своих друзей. Она также звучала в этот вечер. И теперь реши, кому из нас с ним хуже, и кому труднее, и попробуй разбери. У него твой профиль выголадь снаружи, а у меня душа и сколы растут ли. Я помню свое детство. Вначале я слушал на мобильном магнитофоне, потом первая пластинка, которая у нас в доме появилась, это пластинка была Высоцкого. И строки, они до сих пор как бы живы, и я с ними иду по жизни. Потому что во многом они определяют силу человека, его характер. И помогают жизни. Характерные дребезжащие аккорды и голос с хрипотцой севастопольцы высоко оценили музыкальное наполнение вечера. Это первое мероприятие в цикле мероприятий, посвященных 77-летию Владимира Семеновича, которое, как известно, состоится в январе следующего года. Думаю, что сегодняшнее мероприятие должно стать определенным стартом для дальнейших мероприятий, которые будут проходить как на нашей территории, так и в других учреждениях культуры города Севастополя. В планах организаторов вечера провести встречи севастопольцев с близкими друзьями Владимира Высоцкого. В числе возможных гостей – режиссер, сценарист и актер Станислав Говорухин. Наталья Данилова, Павел Красиков, Севенформбюро.